Здравствуйте! Зима наконец закончилась. Пора снимать свитер и шить новое платье. В качестве основного материала я использую этот стрейч с тюльпанами, а для расшивки я использую это синее платье. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и смотрите, как можно перешивать маленькие платья в большие. У меня есть два маломерных платья. Одно есть стрейч с крупными тюльпанами, длинное, с подрезом под грудью. Лиф запутанный, но его можно использовать. Второе тоже стрейч, но немного мягче и тоньше. Тоже длинное и тоже с подрезом под грудью. Но лиф так грубо сделан, что я его просто отрежу и выброшу. Парю. Когда распорола оба платья, разобралась, что они оба расклешенные книзу. У цветастого спинка сшита из двух половинок, у синего только боковые швы. После рассмотрения исходного материала я приняла решение шить двустороннее платье трапецию. Достаточно было распороть только по одному шву, поэтому три шва снова застрочила. Складываю полотнище пополам лицом внутрь. Замеряю их длину. 107 см. Коротковато, мне надо 120 см. Придется сверху дошивать. Сделала выкройку на всю длину изделия. Совместила ее с готовым низом платья. Сначала сформирую горловину. Углублю ее вниз на 10 см и по плечевому шву расширю на 5 см. На 2 см укорочу плечо со стороны проймы. Доточаю недостающие сантиметры деталью лифа исходного платья. Если я ее пришью кверху и закрою выточку, то плечевая часть полочки как раз поместится. Обычно я сначала моделирую кокетки на бумаге, потом их выкраиваю и пришиваю. На этот раз сделаю наоборот. Сначала пришью куски ткани, а потом по ним буду уже кроить. Надрезаю разметку середины полочки и точек пришивания дополнительных деталей. Прикалываю обе детали. Убеждаюсь, что приколола одинаково. Приметываю, пристрачиваю. Синие полотнище я сшила по одному боку. Этот шов будет служить серединкой спинки. Точно так же раскладываю выкройку, выравнивая ее по низу полотнище. Оно раскроено по косой, поэтому середину выкройки я ориентирую по долевой нити. Длины материала тоже немного не хватает, придется дошивать кокетку. Но сначала я ее сформирую. Укорачиваю плечевой шов от горловины на 5 см и от проймы на 2 см. Отрисовываю пройму, углубляю горловину по спинке на 3 см. Вырезаю лишнее. Смотрю, сколько не хватает материала. Приспосабливаю спинку лифа от цветастого платья. Получится логичная кокетка и ее как раз хватает для наращивания полотнища. Отрезаю лишний материал. Скалываю и сострачиваю вырезанные детали по серединке спинки. Получаю готовую кокетку спинки. Прикалываю ее лицом к лекцу, к заднему полотнищу. Совмещаю по центральному шву, потом прикалываю в обе стороны. Приметываю, пристрачиваю. Нарастила оба полотнища. Спинка, вперед. Теперь можно моделировать и краить. Выкройка полочки. Провожу вертикальную линию от вершины нагрудной выточки вниз. Раскладываю ее на материале. Совмещаю нижние края, середину выкройки и сгиб ткани. Прикалываю пока только по сгибу. Разрезаю бумажную выкройку по нарисованной линии. Закрываю нагрудную выточку. Разравниваю сдвинутый бочок. Прикалываю ткань. Скругление нижнего края полотнища приблизительно подходит к моей выкройке. В боку оно вообще выходит в ноль. Здесь я неправильно пришила наращивание. Надо было основное полотнище выровнять под линейку, а я пришила ровную линию к скруглению. Но это исправимо. Я смещу дополнительную деталь на основное полотнище по лицевой стороне и пристрочу ее поверху прямой линией. Пока прикалю складку булавками. Когда вырежу выкройку, исправлю. Очерчиваю размоделированную выкройку мелом. Мне нравится этот яркий материал. Я хочу использовать его по максимуму. Поэтому боковой шов от проймы расклешу к низу, насколько хватает материала. Гулять так гулять. Очерчиваю под линейку. Вырезаю полотнище нового платья. Спинку я размоделирую подобным образом. Резать вертикаль буду от горловины. Нарисую несколько параллельных линий, а потом на полотнище решу, какую надо резать. Раскладываю выкройку, выравнивая по долевой нити и нижнему краю полотнища. Прикалываю по средней линии спинки. Разрезаю выкройку по одной из линий. Раздвигаю ее по разрезу. В горловине и пройме выкройка проходит впритык, но этого хватает. Остальное расширю от проймы к низу под линейку. Очерчиваю выкройку, вырезаю готовую спинку. Сначала исправлю ошибку на полочке. Сметаю по лицевой стороне новый шов. Со стороны проймы выбираю все лишнее. Горловине вывожу строчку в ноль. По второй стороне делаю то же самое. Сейчас я это отстрочу по лицевой стороне и будет ровный шов кокетки. Пристрочила, линия проймы искривилась, но это легко исправить ножницами. Теперь можно соединять полотнище переда и спинки. Стачиваю плечевые швы, скалываю, сметываю. Сразу же стачиваю и боковые швы. Все сострачиваю. Теперь надо отстрочить укрепляющей строчкой горловину и проймы. Отстрочила, присобираю край горловины по строчке. Вытягиваю несколько сантиметров нижней нитки. По ней равномерно распределяю образовавшиеся сборки. Присобираю не сильно, чтобы горловина хорошо прилегала к шее и зоне декольте. Не оттопыривалась и не сильно сборила. Точно так же стягиваю проймы. Убеждаюсь, что стянуло их одинаково. Ну и последний этап. Декоративная отделка. Я выбрала самый ленивый способ обшить готовой косой бейкой. Убираю лишние нитки стяжки. Приметываю ленту к краю горловины. Заправляю в нее стягивающую строчку. Край материала подгибается на меня, поэтому работаю по изнанке. Если краешек выглянет из-под ленты, его никто не увидит. Соединяю концы бейки прямо на изделии. Отрезаю конец с припуском около трех сантиметров. Сгибаю его пополам под низ. Накладываю на начало ленты. Приметываю. Приметываю бейку к проймам. Пристрачиваю. Платье готово. Осталось отгладить и можно примерять. Вот оно, мое новое платье-трапеция. Подходит на любой размер. Кокетка на спине вполне уместна. Хочется повертеться, как в детстве. Ну, прямо ансамбль березка. Шов кокетки полочки виден только вблизи. Задняя кокетка тоже нормально сидит. Потребовалось всего два платья и один вечер. Для невысокой женщины работы было бы меньше. Не нужно было бы дошивать эти несчастные 10 сантиметров. Просто бери базовую выкройку, разрезай, раздвигай и сшивай два полотнища. За вечер можно сделать универсальную обновку. Но в ветреную погоду, пожалуй, носить его не стоит. Улечу, как Мэри Поппинс и без зонтика. Дорогие зрители, если вам понравился мой простой метод превращения двух маленьких платьев в одно большое, поставьте ему лайк. И подписывайтесь на канал, если вам интересна тема переделки и создания оригинальной женской одежды большого размера. Благодарю за просмотр. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова